Рекорды экспорта три года подряд и в среднесрочной перспективе спрос на российский трубопроводный газ в Европе останется высоким, около 200 миллиардов кубометров газа в год. Чтобы обеспечить стабильность поставок российского голубого топлива зарубежным партнерам и удовлетворить растущий спрос в будущем, уже сегодня реализуются сразу несколько крупных международных экспортных проектов. «Газпром» сейчас находится на опеке инвестиционной активности. Это означает вложение масштабных средств в строительство новых объектов, которые на долгие десятилетия обеспечат надежное газоснабжение в необходимых объемах российских потребителей и укрепят позиции компании как ведущего поставщика газа на мировой рынок. В этом году компания «Газпром» сдаёт в эксплуатацию сразу три крупных экспортных газопровода. В Европу через Балтийское море «Северный поток-2», через Черное море в Турцию «Турецкий поток» и в декабре будет запущена крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, предназначенная для экспорта газа в Китай «Сила Сибири». Каков объём инвестиционной программы «Газпрома» за последние годы и какая часть этой программы идёт на строительство новых объектов? Вы знаете, за последние три года, если взять в среднем сумму, то она составляет порядка 1 трлн 300 млрд рублей по году. В основном все эти деньги в инвестиционную программу направлены в создание новых объектов, примерно около 90%. Что это за объекты? Ну, это объекты Дальнего Востока, Чайдинское, Кавыктинское месторождения, строительство газопровода «Сила Сибири». Это объекты, связанные с реализацией проектов «Турецкий поток», «Нордстрим-2» и вся инфраструктура, которая создаётся по территории Российской Федерации. Это объекты обустройства месторождения полуострова «Ямал» и Киринского, Южно-Киринского месторождения. То есть те проекты, которые у нас сегодня на слуху, в общем-то, эти средства как раз идут на реализацию этих проектов. Значительная часть этих средств идёт на разработку новых месторождений. Так активно развивается Ямальский центр газодобычи. Полуостров «Ямал» – стратегический газовый бассейн России. Крупнейшее месторождение на полуострове Баваненковское. «Газпром» вывел его на проектную мощность – 115 миллиардов кубометров газа в год. Это почти четверть всей ежегодной добычи компании. Для сравнения, этот объём равен суммарным поставкам «Газпрома» в Германию, Италию, Великобританию, Францию и Чехию в прошлом году. А в марте этого года началось полномасштабное освоение следующего ямальского месторождения – «Харасавейского». По размеру запасов, как и Баваненковское, относящегося к категории уникальных. В прошлом году было принято решение о том, что будет обустраиваться следующее «Харасавейское» месторождение. Оно действительно важное для «Газпрома». Ввод в эксплуатацию запланирован 23-й год. Сегодня там уже ведутся работы. Работы, связанные с отсыпкой и подготовкой объектов. Отсыпка кустов, скважин, подъездные дороги, перевалочные базы. Ну, всё то, что обеспечивает дальнейшее уже создание самой инфраструктуры. В рамках месторождения планируется обустроить порядка 200 скважин. Начинаем мы с верхнего горизонта, с иномам Апп, и дальше уже переходим на нижние горизонты. Если говорить вообще о полуострове, то целая программа обустройств месторождений, помимо Харасавейского месторождения, и «Газпром», планомерно нарабатывая, уже наработав опыт на Баваненковском месторождении, закрепив его на Харасавейском, будет развивать на других месторождениях. С точки зрения наших планов, обустройство Харасавейского месторождения, потом Крузенштернского месторождения, потом группы Тамбийских месторождений, всё это и проглядывается, просматривается в рамках нашей десятилетки. Есть сегодня понимание, какой год, какие объекты должны быть введены. То есть это обустройство полуострова Ямала, месторождение полуострова Ямала. Развитие центра газодобычи на Ямале – это также и новые газотранспортные магистрали. Развитие северного газотранспортного коридора – стратегическая задача «Газпрома». Эта система газопроводов протянулась от Ямала до Балтийского моря. Она предназначена для обеспечения поставок газа российским потребителям и на экспорт, в частности, по строящемуся морскому газопроводу в Германию. «Северный поток-2». В минувшем году северный газотранспортный коридор пополнился линейной частью нового высокотехнологичного газопровода «Ухта-Торжок-2». А на газопроводе Баваненкова «Ухта-2» введены в строй цеха четырех компрессорных станций. Действительно, при создании новой газоносной провинции, естественно, решаются вопросы, связанные с выводом газа. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию порядка 992 километров магистральных газопроводов. Компрессорная станция «Славянская» первый этап и расширение станции «Пиколёвский». Компрессорная станция «Славянская» станет одной из самых мощных в мире – 352 мегаватта. Для сравнения, это больше, чем мощность десяти авиалайнеров вместе взятых. Этой компрессорной станции предстоит надёжно прокачивать газ по дну Балтийского моря более чем на 1200 километров по двум ниткам строящегося «Северного потока-2» от «Усть-Луги» в Ленинградской области до немецкого «Грайфсвальда». По новой морской магистрали планируется поставлять на экспорт 55 миллиардов кубометров газа в год. «Северный поток-2» сейчас строит сразу два трубоукладочных судна – «Солитэйр» и самый крупный в мире строительный корабль «Пионерингспирит». Подготовность морской части составляет порядка 60%. Все работы, которые велись по протаскиванию, можно так, соединения сухопутной части и морской части были выполнены по немецкой стороне уже в прошлом году. Там идут работы по созданию самоприёмного терминала. Сейчас такие же работы ведутся у нас на нашей территории, на российской. Как раз вот в начале июля приступили к выполнению этой операции, протаскиванию газопровода, который соединит морскую и сухопутную часть. Сейчас работы ведутся. То есть, в принципе, газопровод строится в те графики, которые определены проектом. Газопровод «Северный поток-2» будет построен. Повлиять на это не сможет даже Дания, которая, скорее всего, не без давления извне, бесконечно тянула резину с выдачей разрешения на прокладку газопровода в своих территориальных водах. Много газопровод можно проложить и за пределами её территориальных вод. То, что касается удлинения маршрута, это примерно плюс 34 километра. Ну, много ли это мало, можно так сказать. Сегодня трубоукладочное судно, которое занимается укладкой самого газопровода, его скорость составляет где-то от 4 до 5 километров в день. То есть, это примерно дополнительная неделя работы. Обеспечивать энергетическую безопасность Европы будет ещё один экспортный газопровод, который также планируется запустить в конце этого года. Турецкий поток. Турбопровод протяжённостью более 930 километров берёт своё начало от компрессорной станции «Русская» в районе Анапы и проходит по дну Чёрного моря до побережья Турции. Подводная часть турецкого потока уже построена. Российская часть готовность составляет 99%. Сейчас идут заключители пусконаладочной работы. Морская часть, вы знаете, строительство завершено в ноябре прошлого года. В этом году мы провели необходимую пусконаладочную работу по самому морскому газопроводу. Сегодня обе нитки находятся под азотом и ждут начала подачи уже природного газа сам газопровод. То, что касается турецкой территории, строительство приёмного терминала ведётся в те графики и сроки, которые предъявлены проектом. Строительная готовность составляет 87,3%, то есть достаточно высокая. В том, что газопровод будет введён вместе с площадкой на турецкой территории в те сроки, которые должны введены, то есть в декабре текущего года, мы не сомневаемся. По турецкому потоку газ пойдёт не только на нужды Турции. Его вторая нитка предназначена для поставок газа потребителям страны Южной и Юго-Восточной Европы. Для приёма и транзита газа турецкого потока Болгария, Венгрия и Сербия ведут работу по развитию своих национальных газотранспортных систем. Соответствующие работы в Сербии уже ведут полным ходом. Болгары, вы знаете, провели тендер. Сейчас они определяются уже окончательно, кто будет исполнителем работы в рамках реконструкции системы. Ну и Венгрия тоже подключилась к этому вопросу. А на востоке России завершается строительство крупнейшей в регионе системы транспортировки газа, которая даже получила название «Стройка века» магистрального газопровода «Сила Сибири». Он будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Уже уложена линейная часть «Силы Сибири». Полным ходом идут работы на Чаиндинском месторождении, откуда 1 декабря этого года по контракту сроком на 30 лет должен пойти первый газ в Поднебесную. Готовность объекта достаточно большая. От Чаиндинского месторождения до границы с Китаем проложено 2156 километров. Испытания проведены на 1950 километрах. Планируется уже заполнение, этапное заполнение газа. То есть степень готовности достаточно большая. Помимо всего прочего, будет введена эксплуатация компрессорной станции «Зейска». Это первый этап подачи газа. Ну, как определено было, 1 декабря начнется подача газа, соответственно. Чаиндинское и Кавыктинское месторождения, газ которых пойдет по силе Сибири, крайне богато ценными компонентами для химической промышленности. По контракту с Китаем газ должен поставляться очищенным, должен быть чистый метан. А здесь – этан, пропан, бутан и гелий. Поэтому рядом с границей КНР было принято решение построить Амурский газоперерабатывающий завод. Один из крупнейших в мире. Этот завод, как громадный фильтр, будет отделять от поступающего газа нужные для газохимии компоненты. Когда все шесть линий Амурского ГПЗ будут построены, в год на заводе можно будет перерабатывать 42 миллиарда кубометров газа. Амурский газоперерабатывающий завод – это и сложный объект, и значимый объект, особенно для территории. Строительство ведет уже порядка четырех лет. Так мы знаем, стройготовность, скажем, составляет 44%. Первый этап ввода в эксплуатацию – это 2021 год. Две технологические нитки по 7 миллиардов кубометров газа и порядка 20 миллионов тонн жиженого гелия. С точки зрения рабочих мест, примерно даст более 2,5 тысячи рабочих мест сам по себе завод. Помимо самого завода создается инфраструктура, где можно людям жить. Это полный, если можно назвать, город, поселок, как угодно назвать, на 5 тысяч жителей, которые предусматривают себе и строительство жилых домов. Порядка 80 единиц и детские сады, и школы, и больницы. Весь полностью такой вот комплекс, который позволил бы и работать, и жить, и развиваться, и учиться, и получать необходимую медицинскую помощь. Сейчас «Газпром» на пике инвестиционной активности, создавая задел для успешного ведения бизнеса на десятилетия вперед. И польза от этого не только компании, но и нашей промышленности. С многомиллиардными заказами, созданием новых рабочих мест и ростом платежей в региональные и федеральные бюджеты.